Назад не ходи уже, Марина. Как не люблю вот это без рукава, я прямо сжёг бы всё. Всё, что-то им жарко, что-то. Господи, слава тебе. И буди с нами. И освети дарю посылаемое тобою. И во земля по своему поверению производит по сей день нужный, необходимый для человека. Благослови, чтобы души наши и тела приносили добрые плоды. Господи, слава тебе, Отец, Сын и Святой. Аминь. Есть несколько новостей. Какие? Скорбные новости выше. Сразу. Скорбные или радостные? Скорбные. Самая большая скорбь у меня. Я просил, чтобы жена Алексея, Ангелина, она просто профессиональный фотограф, она кончала курсы, и фотоаппарат такой, и Володя спрашивает, а надо ли лодку? Я говорю, надо, потому что лицо поговорит на Восток, и она будет лицо фотографировать на лодке. Ну и она фотографировала. Я дал флешку, она у меня в кармане. И оказалось, там у нее много, так, и она еще раньше фотографировала, 2 гигабайта, а тут у меня нету, даже больше. Ну ладно. Она свою флешку дала, на ней все это есть, я принес, крещил. Нигде крещения нет, цифры, они там, английские, буквы стоят где-то. С чего брать? Она не обработала, не назвала. Ничего тут как будто бы нету. Но меня это сбило с толку. Я начал по порядку, вот это все, что впереди есть, смотреть, там они там разных знакомых и незнакомых фотографируют. Я не найду, где наши, я трачу репчат, вдруг она стучится, приходит с ребенком, вина, с их тихим. Ребенка посадили, спокойно сидит. Я только нашел, там 6, кажется, папок просмотрел, еще 3 осталось, и пошли знакомые, потеряю ские места уже, вот другое, и она сидит рядом. А я так, если мне надо, я корзину освободил, я в него давлю, делю, и она вылетела туда. А потом я из корзины все в папку, я все. А если так по одному качать, а их много, это надо искать, и под номером они идут, это очень много, это самый легкий способ. Она сидит рядом, я грею в корзину. Как вспомню, голова кругом идет. Я же качаю это с флешки. Обычно Витя мне присылает, когда я скачиваю, потеряю крещение, такого-то числа, 8 июля. Я себя сразу перекачиваю, и теперь работаю. Теперь я работаю с ее флешкой. У меня это намертво снесло крышу. И она сидит рядом, я кидаю в корзину, а в корзине-то нет ничего. А в ней я их уничтожаю, уничтожаю, уничтожаю все. И снимков таких нигде нет. А не вы-то мне-то, наверное, 30, не меньше. Надо помолиться. И мы уже молились, и помолимся, чтобы Господь сохранил. Когда корзину открыли, корзина пустая. Я думаю, я не менее 300 снимков всего снял, уничтожил. Ужас какой. Я остановился. Как же там? Так я же работаю с флешкой. Но она меня немного утешила и говорит, ничего не задевать, только никуда не ставит. Я приду, у меня программа, и по той программе я могу сейчас их восстановить, вернуть. То есть она на взводе, и сейчас уничтожится, но еще держится. Я туда-сюда к ней приехал, да и мы еще не обедали. Я подожду. Да это не скоро, целый час. Я подожду. Я пришел тут, Володя, ребятишки, давайте помолимся. Господи, сохрани это. Там такие сеньки вы, как в воде погружаетесь. Вот. Как Аполлинария там, она такая радостная. И все руки сложили. Ну, там такая красота. Я все, я уничтожил. Вот этой правой рукой. Вот. Она говорит, это я виновата, что не сделала там. Ну, ты виновата. Конечно, если бы было там написано крещение, я никогда с флешкой. Я забыл, что это флешка. Я с флешками вообще не работаю. Я всегда скачусь, своя или чужая, или никогда. То есть я никогда, ни разу в жизни, ну, сколько жизней тут, с интернетом я лет 15 уж сижу. Где-то, может быть, столько или чуть меньше. Помолимся об этом. Вот такая печаль на меня нашла. Как я мог это сделать? А я все радовался. Какие снимки, как фотографии, как этой Светлане пошлю. Как это везде была Екатерина. И она, и там в лагере, которое было, все там было. Это я все смел. Набрал так в руку, то есть никуда. В воздух. Никак мог я это не делать. Ну, кто-то сидел бы и сказал, что это флешка. Оно бы слово. Это флешка, это не на рабочем столе. И она с ней тоже ничего не сказала. Я и не мог скачать, потому что я не знаю, что скачать-то там, подсыпками какими-то. Вот что значит всегда надо дописывать? Определенный счет, когда берег показали, идет запись ингредиентарная. Уже никто не скажет, что мы там тайны где-то записывали. Второе. Свет октября. Это газета местная, местного района. 16 июня, без малого месяца прошел. Она была здесь на 3 июня. 3-го была она здесь, корреспондент одна, Лилия Владимировна. Она была. И как она видела, как понимала, все это. И вот это пришло. Алексей поехал и купил 10, по 17 рублей, 170 отдал. Ну газетку я взял и остальные проехал по деревне и продали. Я думал, останется, а ничего не осталось. Не осталось. Ну, я думаю, кто сильно хорошо печатает, со мной пойдет. Я буду читать, а он будет печатать. Кто готов на это? Все деньги. Второе. Сейчас я хотел бы, чтобы вы засчитали эту статью. Кто готов прочитать с выражением? Сергей поднял гуму. Да, молодец, Сергей. Виталий, ты не претендуешь на это? Благослови, иди. Сергей, дозволим немножко прочитать. Посмотрим тогда, что лучше будет. Социум называется, идет октября, номер 24, 10781-го, от начала, 10-ая страница, 16-го июля. Три фотографии. Потерялась ли Потеряевка? Вопрос. Заголовок. В дороге и по приезде. Когда в редакцию нашей газеты пришло приглашение от настоятеля Свято-Анхимовской общины поселка Потеряевки, протерея Акима Лавкина, на божественной литургии по случаю 200-летия со дня основания поселка Потеряевки, и 27-летия со дня его возрождения мы сразу же запланировали поездку. Это интересно. Представь, в районе это село, 200 лет, круглая дата, на нас они много писали, и для слова Божия нет. То есть книга, вот она лежит. И там все эти статьи, все за одной. Коллега, уже побывавшая однажды в поселке, предупредила, на голове женщины обязательно должен быть платок, юбка или платье длинные, лицо без косметики. Ранним дождливым утром 3 июня, подпрыгивая в редакционном УАЗе, на кочках и ухабах размокшей полевой дороги, добирались до поселка. Путь наш напоминал известный аттракцион «Американские горки». Порой мы чувствовали себя участниками ралли. Машину то заносило, то подбрасывало, то разворачивало, и на лобовое стекло летели комья грязи. Кто же они, люди, выбравшие для жизни поселок, который будто затерялся среди колков и березовых рощ вдалеке от большой дороги, от районного центра? Наверняка и название такое ему дали, потому что к нему трудно добраться и трудно его отыскать. Но оказалось, в основе фамилии семьи, которая жила здесь в начале 20 века, и одной из первых вернулась сюда в начале 90-х, «Впрочем, обо всем по порядку». Потеряевка расположилась в живописнейших местах, в окружении берез, полей, больших и маленьких прудов, украшенных ивами и талинами. Уверенная в том, что выгляжу подобающе, сразу же по приезде я направилась в поселковый храм на литургию, но проповедник Игнатий Тихонович Лапкин не впустил на его порог. Попросил застенчивую девушку Анфису увезти меня и подготовить. Оказалось, юбка должна скрывать щиколотки. Платок следовало повязать по-другому. Пока меня облачали, познакомилась с немногословной сестрой Анфисой Лизаветой. Узнала, что она сейчас учится в медицинском колледже Барнаула, но приехала домой на праздник. В их семье пятеро детей, трое сыновей и две дочери. Когда же мне было позволено войти в храм, служба уже шла. Божественную литургию вели настоятель свято-анфимовской общины поселка Протирей Аким Лапкин, Протирей Николай Цирке и Протодьякон Сергий Бурдин из Тюмени, Игумен Филарет Бердников, Протирей Дмитрий Котов, Иерей Дионисий Торчуков, Протодьякон Владимир Черных из Барнаула. Семь человек. Мужчины и юноши стояли справа от входа, женщины и девушки в белых плаках-накидках слева. Не всегда мне было позволено фотографировать, не на всей литургии присутствовать, поскольку не была накануне исповедана. Но это не огорчало, потому что знаю правила не ходить в чужой монастырь со своим усталом. Молодец. И что-то я просто показываю, она очень вела себя скромно. Я сказал, где выйти с оглашенными. Она стояла там, я провел там, где спортзал, и оттуда дверь открыта. И она могла, как только оглашенные изведите, значит все, когда выйдете. А потом с миром изведем, зайдете, она фотографировала оттуда. Слово Протирея и не только. После литургии поздравительное слово митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия зачитал Протодиакон Владимир Черных, а затем Протирея Ким обратился к верующим. В архиве Алтайского краеведческого музея в нашем поселке сказано, что основан был в 1818 году, а в 1926 году в Потеряевке Ермачихинской волости Каменского уезда Алтайской губернии было 81 хозяйство, 176 душ мужского пола и 169 женского. Рассказал он. В 1963 году, когда здесь проживало около 200 человек, были составлены проекты чертежи поселка из расчета на 700 человек к 1970 году. Село процветало. Здесь были молочно-товарная ферма, птицеферма, жители занимались овцеводством, свиноводством, коневодством, были две пасеки по 100 семей каждая. Но в 1972 году из-за политики укропления поселков, укропления поселков исчез. Жители его разъехались. И только 14 мая 1991 года я смог вернуться сюда, чтобы восстановить его. Я привез тогда с собой только 8 гусят и 4 курочки. А сейчас каким рассказывают? Дойдя до родной разрушенной деревни, я обратился к Господу с молитвой о благословении, о разрешении восстановить поселок. За лето с братом Игнатием построили дом, а 14 октября на покров Пресвятой Богородицы уже затопили печь. Господь помог нам. А сегодня больно видеть, что деревня разрушается. Кто будет выращивать хлеб? Кто будет скот разводить? Рассказал отец Иоаким и о сложностях в начале возрождения поселка. Но в конце отметил, что благодарит Господа за то, что помогает, что особая гордость поселка – дети. Они заканчивают школу в поселке с красными аттестатами, учатся в высших учебных заведениях, становятся учителями, врачами, инженерами и продолжают нести в мир Слово Божие. Фермер Евгений Алексеевич Долгов поздравил верующих с праздником, пожелал терпения, бодрости, духа, неиссякаемой силы и заключение отметил. Пока есть такие деревни, Русь остается святой. Это соседний, он в селе живет. Вот вообразите, огород – это пол гектара. А это гектар, два огорода. У него 6700 гектар. Он 2000, кажется, с лишним гектар только ячменем засевает. У него кукуруза, свекла и все, ну, тысячи. Платит много этим своим, кто работает, ну, и ни воровства, ничего, чтобы не было. И он к нам очень расположен. Когда что-то нужно, обратишься, вот, грея прислать, каждый раз, это же машина, так далеко гнать, присылает, как всегда, и все бесплатно. Я вот первый раз увидел, когда, что за человек, объяснили. Вот как Бог делает. Для голубей мне каждый год давал по два мешка, полный мешок, все вещи. Вот, любимый. Проповедник Игнатий Тиконович Лапкин обратился к верующим с вопросом, о чем скорбеть пред Богом. И долго рассуждал на эту тему, сокрушался о том, что русское село исчезает. О трапезе, концерте и ярмарке. Затем всех пригласили на праздничную трапезу. Перед ее началом проповедник напомнил главное правило вкушения пищи. Только животное склоняется над кормом. Человек же сидит за столом прямо и, поднося ложку ко рту, поддерживает ее хлебом. Все праздничные блюда были очень вкусными. Чувствовалось, что приготовлены они из натуральных продуктов. А свежий холодный березовый сок после плотного обеда тоже порадовал. Когда трапеза закончилась, Настю пригласили на концерт. И здесь я убедилась в том, что не только готовить, но и петь умеют потеряевцы. Мальчишки примерно лет семи десяти инсценировали притчу о маленькой свечке. А с экрана ноутбука своим соплеменникам передал привет из Франции бывший житель поселка, учитель химии и физики Виктор Николаевич Савченко. Месяц назад он с семьей уехал на родину жены. После концерта на Потеряевской ярмарке Алексей Владимирович Устинов, уроженец поселка, живущий в Барнауле. Уроженец поселок. Он родился в Киргизии, а живет здесь, а он уроженец сожрущего в Новосибирске. То есть, может быть, опечатка была, но это не так. У Алексея вот там строится дом красивый. Угощал всех продукцией, квасом, кленовым соком, а я поспешил побеседовать с отцом и Акимом о беседе с протеереем. Батюшка, сколько сейчас в поселке жителей? Сегодня нас чуть больше тридцати, отвечает отец Аким. Лев, а пусируйте, не надо сказать. Каким должен быть человек, чтобы вы его приняли? Батюшка отвечает, это должен быть верующий. У нас нельзя пить, курить, сквернословить, воровать. Еще лгать не сказал. Четыре пункта. Пятый пункт не сказал. Вопрос. Расскажите о правилах жизни в поселке. Нужно работать на благо семьи, заботиться о детях, о сохранении природы. Главное непреложное правило – муж, глава семьи. Женщинам и девочкам нельзя надевать короткие платья и брюки. Мужчины обязательно должны быть в рубахах под поясок. Мы хотим сохранить то, что утрачено. Если кто собрался съездить в город или в Мамонтово, или в гости сходить, или хочет поехать учиться, то спрашивают моего благословения. Ведь община – это семья. Вопрос. Чем занимаются женщины? Женщины ведут домашнее хозяйство. Ростят детей, рукодельничают. А мужчины? И мужчины занимаются хозяйством, ведь у всех на подворьях много живностей. Коровы, козы, овцы, птицы. Некоторые работают у нашего фермина Игоря Александровича Барабаша. Он еще и староста общины. Как живут ваши дети? Детки помогают родителям, учатся в школе, а летом пасут скот, огороды возделывают. Когда повзрослеют, уезжают учиться. В поселку совсем нет дороги. У вас не бывает проблем с продовольствием? Нет. Что вы смеется? У нас же все свое – мясо, молоко, яйца. Мы и кризиса не знаем, потому что не покупаем продукты. А если в чем-то появляется необходимость, братья ездят в город. А зимой как вы выезжаете из поселка? Прежние годы в зимнее время нам на лошадях добирались до Корчино. А сейчас у нас три снегохода. Как вы смотрите в будущее, батюшка? В будущее всегда смотрим с верой. Пока мы угодны Господу, Он нас не оставит. Богато жить не будем, но и голода не узнаем. Спаси вас, Господь! Так потерялась ли потеряевка? Думаю, что нет. Не потерялась. Скорее даже нашлась и уже 27 лет здравствует, несмотря на проблему. За один день пребывания в поселке трудно понять, насколько община следует заповедям крестовым. Поэтому не буду делать выводов на этот счет. Но в том, что здесь живут настоящие труженики, я абсолютно уверен. В поселке одна улица, но большие добротные дома на высоких фундаментах радуют глаз. А огромные хозяйственные дворы, полные разной живности, говорят о неустанном ежедневном труде. Л. Канина. Ну вот, все, спаси Христос. Это вот. А, фотографии? Да. Фотографии есть? Есть фотографии. Пусть пишет. На газете вот как выглядит. Как-то с редакцией у меня завязались хорошие отношения. И говорят, а какие ваши предложения? Я сразу вспоминаю фильм Иисус. Когда его спрашивают Мессала, Иуда Бенгура. Ты что думаешь? Он говорит, выведи легионы свои из Уссалима. Выведи. Я говорю, смените название. Какой свет в октябре? День-то короче. А вы имеете в виду наэрореволюцию? Там ничего, кроме мрака и крови. Море, океан, крови. И все, другое прекратилось. Меня больше не приглашали, ничего. Такие статьи писали. Вот они здесь. Был ритунский такой. Очень талантливый. И писал еще до... Начало восстановления. Потеряю. С 89-го года. Удивительно. Ни разу нигде не соврал. Нигде ни одной ошибки, ничего нет. Но он записывается, сидит и... И еще хотел сказать. Тут была у нас Екатерина Голубева. Вот она оставила такие книжки. Кому она такую книжку подарила? Вот какая щедрая. Почитайте ее стихи. Они ни на что не претендуют. На стихи хорошие. И она ссылки делает с определенного момента. А вдруг у нее пошли ссылки. Я не знаю, с чем это связано. Но не знаю, она стала объяснять. Ссылки на что? На что ссылки-то? Ссылки, откуда взята мысль. Вот я когда делаю, так, пишу об этом. Ну, сбоку каждой строчки указано место писания. Откуда взято это. Вот она объяснение разное дает. Посчитайте, советую. Это очень так, живо. Ну, скажу, что ни на что не притязательно. Как она чувствовала Господа. Как приходила. Кто получил эти книги, советую просчитать и не потерять. Вот и все. Садимся за столом. Вот я свое взял. Да, поправь. Бух. Кирилл. 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 豔. Побольше хлеба давайте. Как я смотрел, я не ошибся, кто пастер сегодня, завтра по всей части. Вадим Ильич. что вы скользили и пропасли вместе